На большой пресс-конференции президента журналист рассказал Путину, что ветеранские дома в Сочи превращены в трущобы и разваливаются, а ветераны живут как бомжи. А между тем администрация Сочи сносит многоквартирные дома по всему городу. Упомянутые ветеранские дома на улице Мацестинской были построены в 2006 году. Они вводились как социальное жилье, и изначально там действительно жили ветераны. Сегодня же это обычный жилой дом, где проживают горожане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Накануне ситуацию прокомментировал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на Кубани нет нарушений прав ветеранов Великой Отечественной войны. Лифты работают у двух человек. Это ветераны, которые приравнены к участникам Великой Отечественной войны 1939 года рождения. Вопросов с линкотиками к мэру не было, и абсолютно не в доумении, откуда и почему вообще возникла эта проблема. Я думаю, что эта проблема продиктована всеми заказчиками самовольного строительства, потому что действительно мы максимально активно сегодня сносим дома, которые в Сочи самовольно построены. Это принципиальная позиция моя, это принципиальная позиция сегодня мэра Сочи, и я знаю, что эту позицию поддерживает президент. Накануне на место выехал мэр Сочи Алексей Копайгородский, чтобы лично разобраться в этом вопросе. Все необходимые службы, специалисты прибыли также сюда со мной, с правоохранительной службой, чтобы оперативно посмотреть и оценить обстановку. С сегодняшнего дня мы начинаем по квартирный обход, сам проехался по лифтам, по всем, лифтовое хозяйство исправно. Здесь есть, это десятиэтажный дом, здесь есть замечания у жителей, которые живут на десятом этаже, о том, что сверху с крыши у них есть определенные подтеки. Эти подтеки завтра мы можем оценить в светлое время суток, уже утром зайдут соответствующие бригады, специалисты, посмотрят на хозяйство на крыше, посмотрим, также жители жалуются, что есть в подвалах вода, обследуем все. К обследованию дома коммунальные службы вместе с чиновниками приступили в 8 утра. Тепловой узел у нас в нормальном состоянии, все здесь отрегулировано, все отремонтировано, все утеплено, есть немножко воды, но ребята сбрасывали, вот еще не высохло, так что все в пределах, я считаю. Жалобы по теплу были? Нет. В этом отопительном сезоне нам тоже не поступало. Ну, они были, ну, совсем мелкие, мы устраняли их тут же. Я так понимаю, там внутриквартирный свет был, было с внутриквартирными сетями. Да, хорошо. По остальным коммуникациям вопрос, есть свет? Нет вопросов с водой. Нет вопросов с водой. Все посмотрели, проблем особых никто не увидел, и я в том числе. То есть все, что, скажем так, существует здесь, какие проблемы существуют, мы стараемся быстренько просто отремонтировать, быстренько отреагировать, быстренько решить вопрос. Я не думаю, что тут какие-то прям серьезные ситуации, аварий. Аварий здесь точно нет. И то, что было сказано на пресс-конференции, это, ну, не знаю, как это назвать, лукавство. Дом специалисты обследовали, начиная с фундамента и до самой крыши. Прочистили и ливневки с колодцами. А найденные недостатки и неисправности занесены в дефектные акты. В народе его называли, что социальный дом, социальный дом. Тогда была политика городской власти, как раз предоставлялись жилье как временное ветеранам, действительно, в Великой Отечественной. Но на сегодняшний день они все уже были давно отсюда переселены и им были предоставлены квартиры, помещения жилые. Сегодня здесь ветеранов, участников Великой Отечественной войны нет и не проживает. Сегодня статус дома не имеет никакого социального специализированного статуса. Это обыкновенный муниципальный многоквартирный жилой дом, вторичное жилье. Со своими проблемами и чаяниями жители домов на Мацистинской обращаются не только в районную городскую администрацию, но и приходят в местный ТОС. Гарник Ситракович живет на 10 этаже. Лифт для него единственный способ попасть на улицу. У 80-летнего сочинца нет одной ноги. Потерял в бою, но не на полях Великой Отечественной. Однако гарник Матывасян приравнен к статусу ветерана. Только лифт немножко хандрит. Остальные у нас все нормальные. Теплые, батареи греются, все, свет, вода всегда есть. В свое время пенсию компенсацию дают, помогают. И спасибо, и президенты, и наш мир, и город, и спасибо. У меня проблемы нет, дети мои. У меня все есть. В свое время компенсацию дают. Даже к нам ходят, подарками, все. Я очень доволен. Общественная организация находится неподалеку, а потому председатель ТОС Мацеста всегда в курсе всех дел в домах на Мацестинской. Это нормальный жилой дом, многоквартирный. Естественно, там есть проблемы из-за того, что приходили разные управляющие компании, и практически их не обслуживали. Вчера, когда сказали, что ветераны наши живут в трущобах, и что они заброшены, и на них никто не обращает внимания, и, наверное, обидно всем людям услышать было такое. То, что у ветеранов нет проблем, похожих на те, которые президенту страны озвучил журналист, утверждает и председатель Сочинского совета ветеранов. Эти дома к ветеранам никакого отношения не имеют. Для социально незащищенных дома были построены. И если даже где-то раньше, ну там, может быть, и проживал кто-то, их потом переселили в дома для ветеранов, участников Великой Отечественной войны, построенной в Лазаревской. Там совершенно другая структура. Там создан целый комплекс, ну там более около двухсот квартир, а то, может быть, и больше, где проживают тут ветераны, участники Великой Отечественной войны. К слову, квартиры и дома, в которых проживают ветераны, в Сочи начали обследовать еще месяц назад. В городе к 75-летию победы заработал штаб, члены которого проверяют не только условия проживания ветеранов, но и их состояние здоровья. Ко всему прочему, губернатор Кубани выделил средства для поддержки этой категории по всему Краснодарскому краю. Что же касается домов на улице Мацестинской, то их полностью отремонтируют, а рядом оборудуют детскую площадку.